На грядочке, рядом с безроссадными помидорами, у меня посажена капуста на рассаду. Сеял я ее тоже в начале мая, как и безроссадные помидоры. Выглядит она на сегодняшний день, тоже очень долго не всходила, но все-таки взошла и выглядит вот так. Здесь видно, что капусты у меня посажены в 3 рядка, это разные сорта. 2 рядка, вот они помощнее белокочанной капусты, это Слава и Надежда, а в середине, она немножечко отстала со сходами, это капуста цветная, казадь и резав. Но однако же все эти три сорта капусты более или менее нормально взошли, правда сходили очень долго из-за холодов, но однако взошли довольно дружно. Сейчас капуста будет подрастать потихонечку, ее можно будет окучить, потом проведить, потому что в некоторых местах она взошла густо. Ну в других местах не очень густо. Вот так выглядит рассада капусты, посеянная в начале мая прямо в грунт, находилась под укрытием. И вот она из-за холодов долго не сходила, наконец зашла и сейчас выглядит довольно неплохо. После прореживания и окучивания вообще будет все в порядке. И вот потом, когда капуста подрастет, первым делом я ее прорежу на расстоянии 1-2 сантиметра, эту капусту, чтобы она друг дружке не мешала. После окучивания она еще будет подрастать, потом я ее прорежу сантиметров на 10, и потом уже она, когда подрастет, это где-то должно быть по плану в начале июня, будет отсаживаться на места, где будут постоянно расти, и там будет подрастет капусты, и на этом закончится. Уже будут растения расти, где, надеюсь, завяжут хорошие качанчики. Сейчас погода у нас прохладная, крестоцветной блошки нету, поэтому я ничем капусту не обрабатываю. Если появляется крестоцветная блошка, то вот эти сходы, вот как раз в таком виде, как они сейчас, пока они маленькие, они очень сильно повреждаются крестоцветной блошкой. Этот вредитель может, в общем-то, очень быстро, за очень короткое время, он может очень сильно повредить рассаду, даже уничтожить. Поэтому, если вот была бы погода теплая, я посыпал бы обязательно вот эти сходы табачной пылью. Табачная пыль, она никакого вреда вот этим сходам капусты она не сделает, а крестоцветную блошку очень хорошо отпугивает, а потом она смывается при поливах водой и служит еще и дополнительным утоплением. Вот такие, если подошли в день, мы сходим капусты на рассаду, еще одну точку. Ну, надеюсь, эта рассада капусты будет и дальше расти нормально, вырастет красивую, большую, сочную капусту, ну и порадует хорошими кочанчиками осени. Безрассадные помидоры и подрастающая рассада капусты, она находится под укрытием. Укрытие из нетканого полотна марки 60. Вон там рядом тоже на этой грядочке стоят и помидорки еще, они не высажены. И стоит на готове у меня обогреватель, поскольку эти дни очень холодные, но мало того, что они просто холодные, еще и очень сильные заморозки. И в такие очень сложные дни я включаю обогрев на ночь. Иначе эта рассада капусты и безрассадные помидоры, они вообще бы, наверное, не взошли, потому что очень и очень холодно. Апрель был теплый, а вот в мае погода преподносит сюрприз за сюрпризом. Ну, надеюсь, теперь все выполнится.